Одно из самых страшных мест в всей Чернобыльской зоне отчуждения это вовсе не свалка брошенной техники, не пустые квартиры Припяти и даже не сама ЧАЭС. Это место небольшой подвал в Припятской местной части номер 126, находящийся под одним из больничных корпусов. В этот подвал никогда не водят туристов, а во время обычных экскурсионных поездок в город про него даже не рассказывают, чтобы ни у кого не возникло идеи туда пробраться. Сам подвал представляет собой узкий коридор длиной около 60-70 метров, вдоль стен которого проходят трубы отопления и водопровода. А также есть несколько боковых комнат, все они площадью не более 10-15 квадратных метров. Что же жуткого в этом подвале и почему туда нельзя заходить ни при каких обстоятельствах? Припятская местная часть номер 126 печально известна тем, что именно туда связили для оказания первой помощи пожарных. Тушивших 4-й энергоблок ночью 26 апреля 1086 года, а также пострадавших работников станции. Почти все пожарные из расчетов лейтенанта Кибинга и лейтенанта Правика, героические и тушившие в ту ночь пожарной АЭС погибли в течение следующих двух недель. Так как получили дозу радиации в несколько тысяч Бер, что в несколько раз превышает дозу в 500 Бер, уже являющейся смертельной. Невозможно даже представить, что превращается человек к человеку, получившую такую дозу, она буквально светит с радиацией, передает радиацию всему, к чему прикасается. Той ночью при поступлении в больницу пожарных прежде всего раздели, так как их одежда по сути представляла собой уже не ткань, а твердые радиоактивные отходы. А затем одежду бросили в подвал того больничного корпуса, где лежали пожарные. Это было самое правильное решение на тот момент. В городе просто не было мест, где бы эта одежда не представляла бы опасности. Переодевать пожарных должны были на сам пропускнике АЭС, но в ту ночь он оказался закрытым, и все пришлось сделать прямо в больнице. Вещи пожарных так до сих пор лежат в больничном подвале. Вход в подвал достаточно прозаическая бетонная лесенка со сварными металлическими перилами в стиле 70-х годов. На площадке которой валяются какие-то железные и пустые ящики. Сам подвал достаточно небольшой. Это длинный коридор, под потолком которого проходят трубы теплотрассы, обернутые теплоизоляцией. На полу валяются металлические баллоны, а слева виден вход в одну из боковых комнат. Внутри комнаты валяются металлические больничные шкафы, стеллажи и прочее оборудование. Внутри других комнат свалена та самая одежда пожарных и персонала станции. Уже на входе в комнату Дозимир показывает фону в несколько десятков тысяч микрорентген в час. Где-то на верхних этажах больницы валяется подшлемник одного из пожарных. Светящий фоном в 80 миллирентген в час. А вот на фото сапог одного из героев пожарных. Как видим фон серьезный, даже через столько лет после аварии. В некоторых местах подвал светит до 1-2 рентгена в час. Это примерно в 100-200 тысяч раз выше нормы. И эти уровни являются реально опасными для здоровья человека. Помимо высоких уровней, сам источник радиационного заражения очень нехороший. Это мелкодисперсная и крайне радиоактивная пыль и частички топлива из четвертого реактора. В этом подвале ей все буквально пропитано. Пыль и частички летают в воздухе. От нее не защитит ни противогаз, ни тем более респиратор-лепесток. В этот подвал спускаются искатели приключений в бумажных лепестках на носу и полиэтиленовых бахилах на ногах. Все это никак не защитит от микропыли, в которой присутствует в буквальном смысле вся нижняя строка таблицы Менделеева. Цезий, Стронций, Плутоний, Амерций и далее по списку. Никогда не ходите в подвал больницы. В отличие от остальных мест Чернобыльской зольной отчуждения, приукрашенных радиофобскими байками, это реально опасное место. Туда можно спускаться только в очень дорогом профессиональном скафандре с замкнутым циклом дыхания. Но лучше совсем не нужно.